Всероссийские детские соревнования «Лыжня здоровья» проводятся уже в пятый раз. Универсальный спорткомплекс Подмосковья стал одной из площадок гонки. Более 50 ребят встали на лыжи, чтобы пройти свою дистанцию, посоревноваться и просто получить удовольствие от спортивного праздника. Отличный зимний, солнечный день и самое время заняться спортом. По данным синоптиков, температура опустилась до отметки минус 16 градусов, но это не помешало проведению соревнований. Участники готовятся к старту. Соревнования проходят в рамках партпроекта «Единая страна, доступная среда». В гонке участвуют как дети с инвалидностью, так и ребята без ограничений по здоровью. Проходит «Лыжня здоровья» в 11 городах страны. Один из них, Щелковой, он был выбран не случайно. Здесь у нас очень давние отношения со спортивным клубом «Спартанец». Мы давно знаем этот коллектив, и они нам всегда помогают объединить неравнодушных людей, чтобы вместе зарядиться здоровьем. Мы проводим эту гонку уже второй год. В прошлом году не получилось, я ее не считаю, потому что не было снега. А так, собственно говоря, я думаю, что это мероприятие тебе уже точно станет традиционным. Для организатора состязаний Фонда поддержки инвалидов «Единая страна» было важно вовлечь детей с ограниченными возможностями здоровья в массовый спорт. Дать возможность ребятам пообщаться со знаменитыми паралимпийскими чемпионами, на призы которых и проходит инклюзивная лыжная гонка. Детишек, которые еще не занялись активным спортом, не ходят в секции, не ходят, не занимаются, может быть, профессионально. Поэтому привлечь, подтолкнуть и направить, дать какое-то пышное размышление и детям, и родителям. Ну и, наверное, подать пример личный. Но это все вместе, это все одно за другим тянется. Они вместе соревнуются, вместе бегут за здоровьем. Солнечная погода, и вообще зима в этом году благоприятствует любителям зимних видов спорта. Ребята соревновались в четырех возрастных категориях. Самым юным участникам четыре года. Они прошли дистанцию в 200 метров, а самым старшим – 12 лет, и перед ними стояла задача пройти на лыжах 1200 метров. Помимо юных щелковцев, в гонке приняли участие гости из соседней Ивантеевки и Сергиева Посада. Важно и то, что вне зависимости от результата состязаний проигравших не было. Каждый участник получил медали диплома. Те ребята, которым повезло в этот день чуть больше, завоевали специальные призы. Подарок для всех присутствующих подготовили гости состязаний – инклюзивный клуб «Шалопае Севера». Эти четвероногие друзья человека – настоящие спортсмены, а также канистеропевты помогают в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с лыжниками они показали мастер-класс по ездовому спорту. Это потомки нашей первой собаки, которую мы купили своему ребенку с аутизмом, для того, чтобы он мог заниматься спортом. Сейчас ее дети, внуки, правнуки. Вот предпоследние – это праправнук, который также занимается с детками. Они все сертифицированы на канистеропию, все участники соревнований по ездовому спорту. Соревнования «Лыжня здоровья» доказали в очередной раз, что спорт должен и может быть доступным. Два города-участника уже провели гонки, а впереди состязания еще в девяти городах. Завершит «Лыжню здоровья» Камчатка в апреле этого года. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.